Всем привет! Кинолента сегодняшнего обзора является собой практически идеальный образец зомби-фильма. Кинолента, которая имеет более 16 названий, снятая в 1974 году режиссером Хорхе Грау. Пускай мертвые лежат в могилах. Лента словно своеобразный ремейк «Ночи живых мертвецов», только испано-итальянского производства, где крепкая режиссура возводит зомби-жанр буквально на вершину, внизу которой простевается ужас, кровавая расчлененка и безумно красивые английские пейзажи. Изобилует лента неожиданными поворотами и потрясающими кровавыми эффектами. Существует мнение, что под всей этой феерической кровавой вакханалией припрятан прямой намек на фашизм в лице манчестерского инспектора, который прикрывает свою личину ублюдением закона и порядка. А если учесть, что режиссер жил в Испании во времена правления там Франциско Франко, известного своей лояльностью к Гитлеру, то своеобразный протест режиссера становится понятным и оправданным. Действия и умозаключения полиции в лице инспектора весят не только героев, но и зрителей. Можно также сказать, что основным злодеем ленты являются не зомби, а именно инспектор, который не желает слышать разумные доводы потерпевших, а гнет только свою надоедливую линию, что все вокруг наркоманы, хиппи и прочие овощи. Он использует довольно-таки злодейские методы и знать ничего не желает об истинных причинах творящегося вокруг. Хочется отметить первое появление зомби в киноленте. Чем-то оно напоминает нападение зомби на Барбару из ленты Ромеро «Ночь живых мертвецов». Этого первого и, так сказать, центрального зомби в картине мотает по всему сюжету, так как именно он стал пациентом ноль. Стоит отметить, что по сюжету он утопленник, и для реалистичности на протяжении почти всей картины его костюм остается мокрым, что по воспоминаниям съемочной группы очень бесило и раздражало актера, играющего этого персонажа. Грим и эффекты для этой ленты создал Джанетто де Росси. Фотографиями его работ впечатлился Лючо Фульчи. Он был рад с ним сотрудничать на своих лентах «Пожиратели плоти», «Седьмые врата ада» и «Дом на краю кладбища». А Джеймс Кэмерон пригласил поучаствовать его на свою картину «Пираньи 2». В этой киноленте достаточно много жутких моментов, вернее, жутких ситуаций. Например, попытка героев выбраться из подземелья на поверхность через могилу в то время, как главный зомби, словно выворачивая священное писание, оживляет, подобно лазаря, мертвецов в стоящих тут же гробах. Довольно любопытно звуковое оформление киноленты. В музыку вплетены стоны и звуки тяжелого дыхания. В сценах с зомби это особенно заметно. Данную фишку придумал и озвучил сам режиссер киноленты. Кажется, подобный прикол с тяжелым сиповым дыханием не раз применялся в жанре ужасов позже. Сама идея воскрешения мертвецов в этой киноленте довольно-таки интересная и провокационная. Во-первых, виноваты эксперименты в сельском хозяйстве, якобы направленные на уничтожение вредителей насекомых. Во-вторых, затронута общая идея вмешательства человека в природу, что непременно приведет к деструктивным последствиям для самих людей. Есть в ленте и еще один странный момент. Короткий эпизод о влиянии всех этих новшеств даже на новорожденных, делая их агрессивными сразу же после рождения. Ужас в киноленте словно ножи трактора вспахивают девственную, ярко-зеленую целину английских лугов. Например, кровавые эпизоды в больнице, которая в этой глуши не видала более болезненных ощущений, чем рождение будущих футбольных болельщиков. А тут на тебе и топор в голову, и разрывание на куски, подозревая, что пара эпизодов в больничке оказала влияние на соответствующие эпизоды в медучреждении у Лучио Фульчи в его «Седьмых вратах ада». Также эпизод с лифтом пересекается с подобным в киноленте «Реаниматор», хотя может совпадение. Финал киноленты напоминает классические развязки «Байк из склепа» или «Калейдоскоп ужаса». Своеобразное торжество справедливости. Хотя финал для основных героев киноленты не такой уж радужный. Лента, безусловно, заслуживает просмотра любителей ужасов про зомби. Ценители итальянской школы хоррора также не разочаруются. Кинофильм снят в красивых живых декорациях, на земле, где грабил богачей Робин Гуд, и топтали грязь героя Шекспира. На съемках было много прелюбопытных моментов. Например, когда кладбище, где происходило одно из действий, было слегка подготовлено для съемок. В этот момент туда приплелись туристы, и возмущению их не было предела. Эти туристы немедленно донесли властям о том, что там творится самая настоящая вакханалия с ожившими мертвецами. Съемочной группе в итоге дали 24 часа, чтобы все закончить, навести первозданный порядок и убраться со своими камерами и ряженными зомби к чертям собачьим. Спросите меня, стоит ли смотреть это старье? Конечно же стоит. Доставайте фильм, сдувайте с него тлен мертвецов и наслаждайтесь. Я подобные ленты рекомендую смотреть, как учебники истории, по спецэффектам, да и по жанру в целом. Если попытаться посмотреть список лучших картин, снятых про оживших мертвецов, кинофильм Хорхе Грау будет в самой гуще событий. Неспешный и ароматный, как старый коньяк, не уступающий в таинственности такой своеобразной киноленте, как пикник у висячей скалы. В общем, вроде и зомби-фильм, а подтекста и художественных находок целый вагон. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Напишите свой комментарий. Делитесь этим видео в соцсетях. Этим вы поможете развитию канала. Всем удачи!